Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48-300 и 48-333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Самовольно возведенные постройки в городе убирают самостоятельно хозяева или принудительно власти города. Анапа – чистый город. Чистоту и порядок в городе поддерживают десятки работников. 25 лет после войны воинов-афганцев честовали в Краснодаре. Без права на ошибку самый точный лаборант работает в сельской амбулатории Гайкадзора. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Власти города стремятся сделать Анапу красивым, ухоженным городом-курортом европейского уровня. Все самовольно возведенные капитальные строения и временные конструкции в городе убирают. В 2013 году на территории города-курорта демонтировали 42 торговых павильона. Как идет работа в этом направлении, расскажем прямо сейчас. В настоящее время начинается подготовка к курортному сезону и деятельность муниципального контроля в этом направлении активизирована. 11 февраля 2014 года демонтировано 12 торговых ролетов на пересечении бульвар Шардоне и улицы Горького, селе Витязева, города-курорта Анапа. Ежедневно осуществляются рейдовые мероприятия. В настоящее время направлено в суд 8 исковых заявлений о демонтаже некапитальных объектов. Их количество будет увеличиваться в случае неустранения нарушений в добровольном порядке, так как размещение объектов на территории общего пользования недопустимо. Демонтированы торговые павильоны на Теренкуре Малой Бухты, прямо скажем не украшавшие это место. И более того, они препятствовали движению пешеходов. Снесен киоск и рядом с бюветом. А вот расположение ряда павильонов на проспекте Революции в этом месте законно. На очереди паснос 29 торговых павильонов на улице Красноармейской в районе Северного рынка. Администрация предлагает всем лицам, незаконно осуществившим установку торговых ролетов или иных павильонов конструкции на территории муниципального образования, на территории общего пользования в том числе, самостоятельно осуществить их демонтаж. В противном случае администрации будут приниматься меры, направленные на их принудительный демонтаж. Чтобы официально получить место торговли, все желающие могут принять участие в торгах на заключении договора аренды объекта торговли. Списки объектов регулярно обновляются на официальном сайте администрации. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-Регион. Порядок в системе и внешнем виде. Сделать город чистым, ухоженным – такую задачу ставят каждый день в администрации города. И каждый день 80 дворников предприятия «Чистый город» выходят на улицы в 7 утра. Они чистят, метут, убирают город. У предприятия «Чистый город» много работы. Дворникам с 7 до 11 часов утра убрать весь город так, чтобы он сиял чистотой и радовал анапчан и гостей курорта. Убираем мы практически весь город, и не только. Вывозим мусор из окрестностей. Есть проблемы со стройками, потому что очень часто миксеры проезжают по улицам, оставляют керамзит, и, соответственно, нашим дворникам и нашей организации приходится каким-то образом убирать. Тем более, сами понимаете, что стройок очень много, соответственно, улиц, на которых вот такие вот проблемы появляются, постоянно, ну, каждый день, несколько раз мы сталкиваемся с этими ситуациями. Естественно, хотелось бы, чтобы это было как-то совместными усилиями приведено в порядок. Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят. Эту известную русскую поговорку знают все. Но не всегда следует правило не разбрасывать мусор. Труд этих людей, которые в любую погоду выходят на работу на улице, нужно уважать. Так же, как любить место, где живешь, и свой родной город в целом. Мы стараемся, чтобы город, ну, держать в чистоте. И чтобы мы хотели бы, чтобы люди уважали наш труд, и, ну, как-то сами нам помогали в этом. Меньше сорили, студенты, чтобы они раскидывали тут рядышком бурсов. Тоже они тут все время поедят и выкидывают мусор. Не все, правда, но выносят мусор на ночь. Собаки растаскивают, приходишь утром, придешь, все разсобираешь. Чтобы труд дворников не пропадал даром, некоторые анапчане предлагают даже ввести систему штрафов. Морально, конечно, тоже важно очень, но в данном случае у нас пока еще надо материальное. С одной стороны, она будет бить по карману нарушителей, то есть люди задумаются, стоит ли бросать курок или бумажку, а потом платить деньги. Анапчане, конечно же, замечают, как преображается Анапа. Людей в оранжевых жилетках с надписью «Чистый город» видно издали. В любую погоду они очень рано уже на работе. Я на работу рано встаю, вхожу. Они уже своим объектом. Молодцы. Так держать. Город преобразился неимоверно. Семимильными шагами. Мы очень рады жить в этом городе, помогать, оздоравливать людей. Вот. И очень чисто в городе. Хорошо сейчас в городе. Чисто. Относительно других городов Анапу считают достаточно чистым городом. Есть с чем сравнить. Сейчас просто еще сезон такой, да, что ветер, пакеты, это все наносит. Ну, естественно, конечно, надо жителям быть более аккуратными, более уважительными к своему же родному городу. Но в целом и частном я считаю, что у нас неплохо убирают, и анапчане достаточно достойно относятся к своему любимому городу. Город готовится к весне, к курортному сезону. Мы, как настоящие хозяева, должны показать его во всей красе гостям, чтобы им захотелось побывать в Анапе снова и снова. Лариса Басова, Алексей Мухуртов, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Ветеранов Афганской войны честовали в Краснодаре. Наша съемочная группа побывала на торжественной церемонии награждения участников боевых действий. Маршем прощания славянки у входа в центральный концертный зал встретили ветеранов Афганской войны. И со сцены участникам боевых действий передали поздравительную телеграмму от губернатора Кубани Александра Ткачева в связи с 25-летием полного вывода советских войск с территории Афганистана. Около 8 тысяч кубанцев прошли службу в составе советских войск в Афганистане. Как и все воины-интернационалисты, они честно и до конца выполнили свой воинский долг. Яркое свидетельство тому многочисленные примеры стойкости, героизма и самодвежности, за которые более 3 тысяч кубанцев были награждены боевыми орденами и медалями. А пятеро удостоены звания Героя Советского Союза. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья и всего самого доброго. Глава администрации, губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Благодарность от имени губернатора Кубани Александра Ткачева получили трое анапчан – Сергей Греков, Евгений Арефьев и Владимир Хаджаев. Память погибших героев, однополчане и ветераны афганской войны почтили минутой молчания. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа, Регион, Краснодар. Самый точный анализатор производства Швеции установлен в амбулатории села Гайкадзор. Общий анализ крови современный аппарат обрабатывает за 5 минут и с максимальной точностью. Старый микроскоп в лаборатории после установки современного анализатора как музейный экспонат. Теперь только воспоминания о ручном почете формулы анализа в крови. Швед по паспорту эксплуатации выдает результат анализа за 5 минут. Просто в обращении – меню на русском языке. Быстрый, точный, новый анализатор проявил себя в работе за неделю. Понравился лаборантам, врачам и пациентам. Лариса Кайфиджан на приеме врача-терапевта. Лечение теперь назначат быстрее. Анализы уже готовы. У нас замечательные врачи, действительно замечательные. Это от всей души говорим. И, оказывается, у нас еще есть аппарат для сдачи крови. Мы очень рады этому, потому что приходилось ездить в город, а сельским жителям в город очень тяжело попасть на прием к врачам именно по анализам. А сейчас это просто замечательно. Мы очень рады этому. Европейский стахановец в день обрабатывает 25-30 анализов. Столько пациентов ежедневно обращается за медпомощью к врачам амбулатории. Всего на учете обслуживания 5800 жителей Гайкадзорского сельского округа. Благодаря главе администрации Анапского района Сергею Павловичу Сергееву, руководству «Газпром Эмилеста», у нас появился гемоанализатор. Современный, отвечающий всем требованиям, очень точно. Это удобно населению, особенно гематологическим больным, больным с заболеванием крови. Сегодня в амбулатории две с половиной ставки врачей-терапевтов свободны. Прием ведет главный врач амбулатории. Квалифицированных специалистов в сельской местности не хватает. По заданию мэра Анапы Сергея Сергеева, через неделю в городе должны начать действовать две программы – развитие медицинской сферы и привлечение медработников в город-курорт. А пока постепенно обновляется медтехническая база. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Накануне 23 февраля, Дня защитника Отечества, наша съемочная группа побывала на одном вечере. Гордое имя «Солдат» под таким названием в Центральной библиотеке состоялась встреча трех поколений защитников Родины. Им есть о чем поговорить. Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга в отставке Анатолий Ильич Шилов, подполковник запаса, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Черемных и краевед, старший лейтенант в отставке Валерий Валиев не войну вспоминает, а беседует о мире и о том, как воспитать новое поколение патриотов. Встреча поколений важна тем, что передача от старшего поколения к среднему и младшему, и так она идет по цепочке. Молодежь читает в учебнике истории, а там Сталинградская битва всего лишь одной строкой. Зато расписаны битвы американцев, англичан, чтобы люди знали, что основная это победа. Даже в той же самой Великой Отечественной войне ковалась именно на наших фронтах, чтобы молодежь знала об этом и знала своих людей, которые еще, слава Богу, могут еще рассказать настоящую историю. Ребятам, курсантам Института береговой охраны, ветераны вооруженных сил рассказывали о войне не по учебникам истории и делились собственным опытом, как подготовиться морально и физически к военной службе. У каждого у вас свои функции. Так вот эти функции надо научиться выполнять до автоматизма. Вот это нужно было запомнить, что нужно свои знания, свои умения проявлять в нештатных ситуациях. Для этого нужно быть готовым. Курсант Виктор Холодов пошел по стопам своих предков, выбрал профессию защитника рубежей Родины. У меня поколение моряков. Мой дед был моряк, он был моряком, но правда он был подводного плавания. Мой дядя, мой крестный, они служили на Черноморском флоте. Отец мой самый родной, он был просто сухопутным пограничником. Я подумал, что и на корабле дедовское, и то, что и пограничник. Для меня это тоже такой очень важный праздник, то, что мы сегодня собрались, встретились с ветеранами. На эту встречу, если быть точным, пригласили даже не три поколения, а четыре. Ученики казачьего класса школы номер 6 пришли с музыкальным подарком. Первоклашки казачата не впервые встречаются с ветеранами вооруженных сил. В этом году они посетили ветерана Великой Отечественной войны Валентина Николаевича Зинченко. И учителя увидели, насколько ребятам была интересна встреча поколений. На этой встрече молодежь внимательно слушала правдивую, настоящую историю воинской славы России. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 21 февраля синоптики обещают солнечную погоду. Температура воздуха днем 7-9, ночью до 6 градусов со знаком «плюс». Ветер северный 24 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 8 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Телефоны – 48333.